Доказывать эффективность и безопасность применения препарата фортелизин у пациентов с массивной тромбоэмболией легочные артерии теперь будут в Пензе. У нас откроется специальный исследовательский центр. Сейчас в России такой работой занимаются 15 учреждений здравоохранения. В октябре в список вошла и клиническая больница имени Захарина. Отечественный препарат уже зарекомендовал себя в лечении перенесших острый инфаркт миокарда и ишемический инсульт. Тромбоэмболия заболевания не менее опасная. Многие относятся к данному заболеванию как к косметическому, но на самом деле оно несет за собой довольно-таки серьезные последствия. Если не лечить варикоз и его запустить, то в дальнейшем это может привести к тромбофлебиду, то есть образованию тромба в нижних конечностях. И потом по системе пола и вены через правые отделы сердца этот тромб может привести к закупорке легочной артерии и ее ветвей. Летальность от данной патологии довольно-таки высокая. То есть 10% людей погибает в первый час заболевания, если не оказана помощь. 25% погибает в первые месяцы и 35% в первые три года после заболевания. Только в прошлом году в шестую городскую больницу поступило порядка 35 человек с таким заболеванием. Врачи отмечают, ему подвержены и молодые люди. Зачастую тромбоэмболия встречается у тех, кто перенес коронавирус. Задача специалистов быстро определиться с диагнозом и тактикой лечения таких пациентов. Медики уверены, применение фортелизина в данном случае поможет спасти не одну жизнь.